Ладно, давай начнем. Давай, давай, разъебитесь. Польских странах? Что это такое? Это проект о музыкантах, которых я слушал и на ком я рос. То есть ты, блядь, на мне рос? Ну, я слушал музыку во время того, как я рос. Ты просто попадаешь в период с... Ты же мой ровесник, блядь. С 15 до 25 лет. Привет. Как я узнал о тебе? Гоша, с которым я учился в одном классе, скажешь? Нажрался и узнал, что ты выдумываешь. Ну, Гоша мне сказал, что у него есть группа. Elephant Noise. И приходи, послушай нас ворклубе, у вас будет ночной концерт. Ну, давай придумаем историю, что я тебя вдохновил. Так интереснее просто будет. Ну, пусть будет. И первый вопрос тебе. Как для тебя началась музыка? Ого, слушай, это все очень просто было. Это был класс, наверное... Нет, седьмой класс, по-моему. Мы с одноклассником купили по акции ящик жигулей. Я сейчас серьезно расскажу. По акции просроченные какие-то жигули были. Мы сидели-пили, когда уже днище отскеровать начало. Мы понимали, что нам может плохо. И мы смотрели как-то вдаль. Я прям помню эту картину. Мы смотрели вдаль в школу. И вот это пьяные глаза. Мы такие, блядь. А че с нами будет? И такое, типа, я говорю, музыка. Надо делать музыку. И вот с того момента зародилась идея с музыкой. И тогда вот и пошла... Может, было бы часам посмотреть. Так вот с этого момента жизнь пошла по пизде. Все. Первая твоя группа, про которую я знаю, это Elephant Noise. Ну да, она была первая. Я пришел, помню. Я не помню, как я туда попал. Ну, в смысле, помню, как попал. Я не помню, как я пришел на кастинг. Вот. Я пришел там сидел. Это было у Чертаново. Даже Пражское. Что-то в подвале библиотеки сидели. Какие-то обмороки. Я бы захожу так. Типа, сантехники или группы, что происходит. Вот. Я себе не так это все представил. Вот. И они такие, типа, ну, и че ты умеешь? Я говорю, нихуя не умею, блядь. Я вокалистом буду. Почему? Ну, ничего возить не надо. И такой, типа, ну, давай пробовать. Ну, давай пробовать. Типа, блин. И вот. А кто там был тогда? Вот хороший вопрос там. Была такая группа Вирус-Папирус. Я не знаю. Может, кто-нибудь знает, потому что нет. Гороче, чуваки, местные драгдилеры какие-то. Вот. И я прям помню эту всю херню. А, ну, из таких более-менее, которых из ТУСа, это Плот был. Который с Акури играет. Это чувак, который, я помню, с которым сразу, такой какой-то, знаешь, такой духовный коннект был у меня. То есть чувак очень пиздатый прям. А как туда попал Астрономер и Гоша? А это его группа была. А, его группа. Они вдвоем, по-моему, собирали ее, я не помню. Андрей собирал. А Гоша... Гоша был Гошей просто. Ну, видишь, из которого вот этот рэпчик... Дима был, да. Он вирус по пирусе пел. И просто у них одна база была. И вот Диму таким образом переманили туда. И был Саша... Саш Скин. Вот он, это чувак из Домодедова, который... Сука, я не забуду, когда мы поехали в ТУР с дельфином. И он пьяный проебал все палки. Играл какими-то ветками, блядь, от дерева. У меня тогда был пиздец полный. Ну, кто не знает, это человек алкогольной судьбы. Ну, поверь мне, на моей памяти из... Ну, наверное, на моей памяти из барабанщиков самый лючий был Саша. Ну, реально, объективно. Все Саши какие-то очень, блядь, барабанщики. Такие, знаешь, типа, блядь, с юмором. Да. И как вы начали завоевывать столицу? Да никак не. Был фестиваль какой-то в арк-клубе. Я не помню, как он назывался уже. И я туда ходил только как чувак, который смотрел концерты. Там дрочил на Милу из трактора боулинга. Вот, там, блядь. И говорил, что я буду такой же, блядь, алкаш, как Маслов из Ругера. Вот. И в какой-то момент просто-напросто афиши висело. Что-то подошел чувак, набираем группы. Я такой, ооо, у меня есть группа, блядь, охуяна. И я тогда дружил с Кондратом. Я к нему, он работал на горбухе. И я приехал, говорю, блядь, у нас концерт будет, а я не знаю, что делать, блядь, расскажи. Он такой, блядь, да хуй знает. Вот тебе видеокассета Слепнота, посмотри, поймешь, что делать. Хуй, значит, за группу, блядь, взял. Я тот, кто корнолимбийский-то любил. Приехал домой, включил, думаю, что за хуйня, блядь, какие-то четыре, там, семь идиотов, блядь, скачут. Ни музыки, ничего, грохот какой-то. Блюют, сут, нос дрочат друг другу. Хуй, что за дерьмо? Я думаю, ладно, ребят, что попробуем. И потом у меня уже второй день прошел, третий, а у нас там месяц до концерта. Я просек фишку, думаю, надо просто, блядь, быть ебнутым. И это всем понравится. И так получилось, мы приехали. В аэрклуб выступили. Я даже помню, что я был, по-моему... А, я был в комбинезоне, да, вот. Мы выступили. Знаешь, как это сказать? Это вот самое яркое впечатление, потому что мы выступили, ушли, ну, как бы всем похуй, ну, в смысле нам, что произошло. Ну, типа, толпа стояла, стояла, мы отыграли, уебали, и все. Тем более, что Гоше надо было уроки делать. Да, да, да. И в какой-то момент, просто на следующий день мне позвонил один чувак, второй, третий организатор, четвертый, пятый, что я говорю, ну, что происходит, вы конченые, что ли? Пять идиотов просто попрыгли, рэп почитали, и то кривой. И вы, типа, такие все, блядь. Ну, вот. И я помню вот эту фразу услышал впервые тогда, типа, русский лимбискет, блядь, ема, дайцы. А, нет, пищу, русский слепнот, вот это было. Это Доплер кому-то сказал. Я тогда еще не знал, что Доплер просто так хуесосит людей. Вот, а потом, оказывается, вот. Я думал, что он наслепил. Доплер — это гитарист Линия. Да, Доплер — это гитарист группы Линия. Ну, надо пояснять, потому что есть люди, которые... Ты сейчас уже полэфира говоришь, что такой Гоша, бля, люди не понимают такой Гоши. Спасибо за твои группы. Хорошо. Человек, который монтировал мне некоторые видео. Он сейчас монтажом занимается, да? Гоша, да. Гошан. Оскар, да. Он, может, в Останкин работал. На Первом канале. Да нет, слушай, он толковый чел, на самом деле. Вот знаешь, когда я помню... Касаемо Elephant Ноисичу хуй с ним, но вот когда он в Cop The Main пошел играть, я помню, и вот там... Я не знал, что это его было. Я вообще нихера. Я помню, я слушал эту группу, мне нравилось. Я думал, бля, чуваки, вообще, прям пиздец. Пошел на концерт, смотрел, стоит. Я думаю, ебаный свет, это как возможно вообще. А потом я понял, что он еще и пел там. Вот эти все распевы в Cop The Main, это его дело. И я думаю, парень... Он очень долго, да, скрывался. Разорвал меня нахуй просто. Он петь умеет. Очень долго скрывал. В тот момент, когда у нас группа, блядь, требовала... Вокалист нормальный, он, блядь, просто сидел... Да это, слушай, ну... Молодец. Ну, правда, молодец. Что я скажу? Ну, я... Парень молодец. Я хоть это сейчас стебу, но тогда было за что. Сейчас я понимаю, что чувак молодец. Ты не ответил на вопрос, как заводилась публика. Когда вот вы покатились, какую популярность вы вообще приобрели в целом? Ну, как ты вот видишь. Слушай, ну, тогда сложно... Скажу так, не было проблем с этим. Это вот как раз мы попали в ту стезю, последняя... Последняя, скажем так, волна, когда новые группы вызывали интерес. Тогда же появились Dusty Pub, тогда же появились 7 тысяч баксов. И мы вот с ними вместе пришли. Нет, 7 тысяч баксов раньше. Мы пришли вот с Dusty Pub, вот со всей этой историей. И ты же понимаешь прекрасно, что, допустим, с той же группой Dusty Pub бодаться по конкуренции. Но это, блин, все равно, что, знаешь, ты и Брэд Питт, вы типа такие, рядом стоите. Ну, с вокалистом, я имею в виду. Как вокалист с вокалистом, да? И это полный трэш был. Ну, чувак, бог просто вокала был на тот момент. Ну, то есть... Ты просто, понимаешь, сидишь, ешь оливьешечку, а тут, блядь... Ну, ж нихуя, блядь. Это что такое, блядь? Это кого отпевает? А это, оказывается, группа Dusty Pub с тобой. Ну, то есть они молодцы, они крутые были, конечно. Вот этот вокал, рык. Я помню, когда мы разговаривали с Нельсоном и Стигмат. Кстати говоря, Нельсон и Стигматы петь так и начал, потому что он был фанатом до Степана. Да, я помню, он косил. Вот. Ну, и все. И потом, собственно говоря, эта волна... Мы попали в эту волну, поэтому интерес был. Если бы мы, по-моему, годами, там, года три позже появились бы, ху бы мы, там, что-то заинтересовали кого-то. Конечно, была цель, там, знаешь, стать новыми AFK, там, вот такого плана. Ну, то, на что равнялись. Потому что мы Кузьмичи, блядь, с Пражской, там... Мы ведь для Олимпийских понимали, что мы так никогда не сделаем. Мы Андрею только в это верим. Вот. А мы больше с Вишесом верили, что мы... Ну, хотя бы как AFK. Ну, Андрей ушел потом от вас достаточно быстро. Ну, не быстро, кстати, нет. Ну, он как раз застал самые сильные времена группы. Ну, просто в 2004-м, я помню, он уже в инконформе начал играть. Я не помню, не играл ли он у вас уже тогда. Для меня вообще было удивлением, когда я узнал, что он по хардкору стал приголоваться. Думаю, что... Ну, в любом случае, он же толковый гитарист был. А туры по России вообще вы все организовали или только за пределами АМАТР? Москва-Питер? Да нет. Ну, в основном Москва-Питер, конечно. Так какие туры ты, что, прикалываешься? Тогда даже трактор-боллинг особо туры не катались для людей. Тур тогда, блядь, понятие было там. Думаю, ебать, нихуя себе. Но АМАТРИ катали в 2003-м. Какой 2000-м? Они кататься начали после того, как вот Клильнов им начал заниматься. До этого они с трудом там выезжали, но как бы... Потому что менеджмента не было. Я же первый, кто привез АМАТРИ в Москву. До стакана? Нет. Раньше. Air-клуб был. Тебе Даня даже расскажет. Это была история такая. У нас был концерт Elephant Noise. Мы отыграли. И после концерта пришел Виталик. Трактор-боллинговский. И говорит, типа, вам надо... Мы тут съездили в Питер. Тогда все группы катались Москва-Питер только. Редкие случаи, очень редкие случаи были, когда ты выезжал там, не знаю, в Нижний Новый. Пришел Виталик и говорит, типа, есть охеренная группа в Питере, АМАТРИ. Я говорю, как? АМАТРИ, я говорю, молодец, класс, запомнил. Вот. А тогда же не было интернета? Ну, был. Ну, какой он был? Ты что, прикалываешься? Тогда, блядь, диски были, вручную перерисовывали. Болванки переписывали. Интернет был, я сидел. Мог пизды получить за болванку впервые в жизни. Ну, вот. И я прям... Если был интернет, тогда зачем мне группа АМАТРИ приезжала в Москву и передавала диски? Ну, так и... До сих пор где-то валяется эта демка, которую они привезли. Залить трек требовалось 8 часов. А, ну да. И 40 лет занятого телефона по модему. Ну, я вот об этой части... Ну, может быть, да. Но у меня не было интернета точно. Я прям помню эту историю. Ну, и вот. И таким образом они передали диски. Я послушал, думаю, охренеть. Это ж, блядь. Вот это реально русский слепнот. И мы привезли их в ар-клуб тогда. И первый концерт что-то был. Народу было не так много. Но с того самого концерта я понимал, что чуваки как бы не просто так здесь. Ну, реально, объективно. Они не просто так собрались. То есть, понимаешь, бывает такое, что там куча групп может собираться, да. Но, ну, ты смотришь группа и группа. А тут какая-то, блядь, штука растет. Думаешь, это что это? Это что-то нездоровое. Ну, то есть сплоченность вот этого. Знаешь, я помню их сплоченность. Вот эту дружбу. Очень крутые ребята. Они остались такими же, в принципе. Они с Лексусом, да, тогда приехали? Да, тогда Лексус был. Лёня был. Лёлик был на сэмпле. Ну, то есть, ну, блядь, нормальная группа была. Ну, если сейчас она нормальная, тогда она тоже не помню. Сейчас другая немножко уже. Я просто помню, как вот о вас говорили, говорили какое-то время. Вы играли там с Ругером, зубами. Да-да-да. Ругер, зубы. Ну, понимаешь, я тебе говорю, это тот момент, когда... Ну, я безумно, мне безумно радостно, что ты хоть на закате, ну, то есть, первой волны, столичной волны, вот так скажем, на закате столичной волны альтернативной музыки, ты сумел положить на полку свое творчество этого этапа. Да, потому что для меня это большая гордость, безусловно. Потому что ты делал продукт, который был нужен людям, ты это понимаешь прекрасно. А ты тогда вообще никакой хера не умел. То есть, не в менеджменте, у тебя не было концертного директора, у тебя был... Да, ты тогда не парился, а гонорара. Тебе было похуй за тысячу, блядь. Сука, я помню вот этих хуёбских организаторов, которые, блядь, просили доплатить за то, чтобы выступить. Ну, чего, блядь? За билеты? За выкупы? Не-не, такого не было. Вот, честно, реально не было такого, чтобы мы выкупали билеты, флайеры отмечали, гонорари, хуйню вот эту, которую делали большинство, да-да, не-не, у нас этого не было. Мы нахуй сразу слали. Но это, знаешь, с чем связано было? Это связано было с тем моментом, вот это с первого же концерта случилось. Так вот, когда начали звонить, и ты такой, угу, угу, зашло, хуй вам они билеты, покупать никто ничего не будет, блядь, и все, и сразу как-то сложилось, и вот благодаря, наверное, этой истории получилась такая тема, что ты закрепился на уровне нормальных групп, а не вот этих, которые гнили на сковородке у организаторов, знаешь, там типа. Во вторник в арклубе, пять вечера. Но это, слава богу, я, поскольку я постоянный гость в арклубе был по субботам, я прекрасно понимал, что, блядь, в будни дни надо быть конченным человеком, чтобы играть там и для кого. Но, конечно, еще сыграл очень большую роль, сыграл тот факт, что мы понравились директору арклуба, и он помогал. То есть, по сути, там, прям, я уже не помню, какой зовут-то даже, блядь, если вы меня сейчас покажете, я его вспомню, но я не помню, какой зовут, но он помогал нам. Я из арклуба помню только охранника Андрея со светлыми волосами. Я уже нихуя не помню. Но он просто пропускал тебя через, мимо кассы. А, такой был, да, упырь. Нормально. Хороший человек, кстати. Я на многие концерты... Который, блядь, я разорял группы. Ох. Мои 50 рублей как будто сделали погоду. Ох, бля, 50 рублей. 50 рублей, Балтику мою покупать девятую. Хотя даже нет, две. Ну, короче, было хорошо. Да, было хорошо. В какой момент у вас... Я помню, что вы пытались там меняться, набирать... Как ты понял, что вот не работает группа? Мы не менялись. Ушел Андрей, пришел Леша, Чипа. И мы что-то делали, играли, 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 играли в какой-то момент. И я говорю, слушайте, блядь, ну... Какая-то хуйня. Ну, правда, объективная хуйня. Ну, мне не очень нравится, что происходит вообще. Нездоровая тема. Я тогда уже для себя давно открыл другую музыку. Мне стало интереснее играть металл. Я уже любил Kill Switch Engage, там, As I Lie Dying. А Димон, видишь, он не выбозил просто такое музло. Он, понимаешь, он как рэпер, да, он... Вокал у него был хороший, своеобразный. Он был очень крутой рэпер. Но вот именно с криками, гроулами, орами мне хотелось вот это. Тогда мне хотелось вот ближе к слепноту, там, не знаю, машин-хэт. С такого плана узла поделать. И я как-то так получилось, что... Elephant Noise начал становиться тяжелее все время. Тяжелее, тяжелее, тяжелее. И в какой-то момент уже Вишесу неинтересно даже стало. И я понял, что, ну, уже все, мы... Давайте поменяем. Мы взяли паузу, поменяли название. Everything сделали. И это уже, знаешь, уже без... Без каких-либо амбиций была группа. То есть, знаешь, вот как, типа, если для себя. Ну, типа, просто хочется похерачить металл. Прям понять, не можем, не можем. Ну, смогли. Играли металл в какой-то момент. Вот. Но тогда уже бессмысленно было что-то делать, потому что обилие уже новых групп было уже. Вот. Потом уже другими группами я больше заниматься начал, помогать. Вот. Как-то так. Гнус создал Эверфинг, чтобы сыграть на разогреве Аматрии в Деленограде. Чего? Ну, в Деленограде был концерт у вас с Аматрией. Я не помню такого. Мы с Аматрией играли много раз. Но в Елике. Ну, не важно. В общем, там, что... Была... Мы ездили в... Был концерт. Очень крутой концерт был в Питере. Корея, Стигмата, Аматри и Элефант Нойз еще. Но Эверфинг были всегда сами по себе. Никогда. Я не помню такого, чтобы мы играли с Аматрией. Мы ездили... Ну, в основном, потому что другая туса была совсем. Там уже метальная туса была. Мы с металл-группами часто играли. Но этого не было. Эльфант Нойз, да, катались там с Аматрией. Много куда. Но это не было. Я не помню, честно. Не хочу врать. Ну, был такой концерт, но не важно. Но была такая шутка просто. Ну, почему? Шутка. Это, блядь... Это, знаешь, это шутка, которая, мне кажется, основана, может быть, только на зависть. Типа, охуенно, блядь, чувак катается, блядь. Блядь, для меня не западло. Вот правда. Даже сейчас. Даже сейчас, блядь, скажи мне, типа, выступишь на разогреве матрия, блядь, я вообще даже не задумываюсь. Ну, потому что, понимаешь, я тебе объясню. Есть очень четкая такая история. Да, для Москвы нет такого понятия дружба. Там в то время не было у групп московских, не было понятия юнити. Уже тогда Ругер, вот эта вся туса зуба, Ругер, трактор боулинг начала, разделилась полностью. Потому что все начали резко, блядь, сольники играть. Все. Ну, играл трактор боулинг, конечно, но на разогреве всегда четыре группы какие-то были. А потом резко все стали, типа, нихуя себе. Самобой, на кем, блядь, а чем мы хуже? Ну, мы тоже можем, блядь, свое ебало там на фотографию ну или бить, и типа по всему метро расклеить афиши и поехать кататься. А мне нравилось больше вот это юнити понятие, понимаешь, когда, типа, вот питерская. И поверь мне, до сегодняшнего дня это юнити никто не переплюнул. И не переплюнет никогда. То есть это вот, блядь, сплоченные тусы, когда чуваки прям друг за друга жопыруют. Вот даже недавно там было нашествие, собрали всех на сцене ультра, и это юнити осталось. То есть у чуваки прям уважение, блядь, прям все дружат, блядь, вот это, понимаешь, это очень важно. И это не разогрев, понимаешь, нет такого. У питерцев нет такого, по-моему, разогрева. Питерцев могут только москвичи разогревать. Ну, потому что там нет такого, там дружба, блядь, понимаешь. Ты приходишь, и ощущение джема. Ну, была же вот эта тусовка R-клуба. Крокодава TX, Ругерс, Дзубы. Это охуенная тусовка, которая, вот я и говорю, это тусовка, которая вот последняя была. Все, потом, все, что потом появилось. Ну, это, 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 ну, это дичь. Ну, правда, я уже потом перестал следить. Потом пошла, блядь, волна Эмма, блядь, и пошло пиздец. Нет, была тусовка автоскана, ваншот форо, вот эта тусовка большая на 200, на 200 щей. Это уже после Everything даже было. Ну, да. Потому что, так вот мы Everything делали, мы интересовались больше другими группами. То есть у нас там, я уже даже не помню, блядь, честно говоря, не хочу врать, но какие-то, ну, мало групп было таких. И прям было кайфово, нет, то, что их мало, а кайфово то, что ты делаешь музло, которое тебе нравится, и все. Зовут играть, отлично, нет, ну, и хер с ним. Были вот эти группы, знаешь, как вот Everything, да, еще были, которые сами по себе были, вот, были еще вот CoDomain, которые всегда были сами по себе. Но их звали и хардкорщики, и другие чуваки звали. Нет, нас не любили хардкорщики по причине того, что, блядь, мы алкаши. А, из-за этого? Я даже помню, я не помню, как группа называлась, блядь, и мы выступали на каком-то фесте. И чуваков позвали играть каких-то хардкорщиков. Он говорит, с этими, с этими алкашами, ты чё, ебанулишь, что ли мы же, блядь, стратегия. Я такой думаю, блядь, царь, ебанья. Потом чувака этого, блядь, приняли за наркотики. Сейчас сидит, по-моему, блядь, солисты. Нормально. Пидораз, блядь, детям продавал наркоту. Отличная история жизни. Надо бы потом выяснить, кто это. Да хуя не помню, кто это. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, но что-то я так услышал новости. Ну, и группа Break War, соответственно, тоже была. Я говорю, ну, блядь, ты сказал Break War, Break War. Это, знаешь, это равносильно тому, что, сказать, там, пять углов группа была. Хардкор. Это уж, блядь, вообще отцы. Я когда, помню, играл с Everything Break War, вот когда-то туда мы попали. И, ну, я помню вот эту историю в гримерке, когда мы сидели, и мы понимали, с кем мы играем, блядь. Это пиздец. И мы боялись выйти на сцену, блядь. Прям ссыкотно было, прям ссали, блядь, пиздец. Потому что, блядь, ты понимаешь, что в зале, блядь, ебучее количество хардкорщиков. Нахуй мы вязались в это, я прям помню, блядь. И я стою такой, блядь, че делать, блядь, че делать, че делать. Бухать нельзя, понимаешь? А ты когда выпиваешь, тебе как бы похуй. А бухать, ну, нежелательно. Там, типа, стратегия, блядь, 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 блядь. Че делать, че делать, блядь. И вышли, въебали, блядь, пиздец там был в зале. Охуенно, блядь. Я прям помню, проникся. Ну, это я помню, этот концерт был веселый. Я же помню, этот клуб Табл Расса был. Да, да, да. Вот там это была такая тема. Ну, короче, было круто. Вот времена, например, everything. Вот, ну, знаешь, каждый этап он был по-своему пиздат. Вот так и скажу. То есть нет такого, что я жалею, что я там ввязался в какую-то группу. Почему все это закончилось? Почему ты подумаешь, что, типа, блядь, я не хочу быть музыкантом, я хочу быть директором групп? Я так не думал вообще. Просто появился Стас, который играл в группе «За грани». Мне с детьми как нравилось. Эта группа еще до Elephant Noise даже. Да, доходите на группу. Вот. Мне пиздец как не нравилась линия, но мне пиздец как нравилось «За грани». Это две группы, которые дружили прямо очень сильно. Подружились со Стасом. Я понимал, что это были, вот, ну, это русский Чино-Морено прям. Это русский Чино-Морено на тот момент был, я считал так. И когда уже мы, когда вот мы сделали «30 дней февраля», я, конечно, нахуел. Вот, правда. Даже до сегодняшнего дня. Я считаю, это одна из лучших российских тяжелых групп была. Это вот прям, сука, я готов с любым поспорить. Не потому, что там я имел к этой группе отношение. Но это одна из лучших по музыке групп и по творчеству, которые были. И первый состав, который был основной, это был лучший состав вообще, который можно было придумать. А как его заманили двух человек из, ну, как там, «Abominable Patruity» и «Где там еще и Ра Паша» и «Забыл, боже мой». Булкакик, который. Ну, там же играл. Да, там же играл. Ну, чего в какой-то «Граниткор»? Это они и придумали группу. А, ну да. Они вдвоем и придумали. Они придумали эту группу, а потом, когда тяжелые песни у них появились, они правильно «Abominable Patruity» сделали. То есть они изначально не из «Граниткор». Ну, то есть Паша, я помню, играл в «Граниткор». Они просто играли ему зло такое обычное, типа, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом, блядь, Стас, пришел к ним Стас, они начали что-то такое мелодичное уже. Паша, он просто гениальный человек. Правда, я говорю. Чувак, который жил в Новоксино, одевался просто, не выебывался, когда уже пошел кич на одежду пиздату. И, знаешь, там, типа, на шмотке с брендами, там, блядь, группы, вся хуйня. Просто чувак хуй... Просто чувак. То есть ты его увидишь, где-нибудь, не поймешь, что это музыкант. Он, когда играл, вот я тебе клянусь, вот каждый раз, когда он играл, у меня мурашки беглеевые были. Вот, пожалуйста, результат гениальной группы была. Мне вообще первый состав в 30 дней февраля нравился. Ты сам знаешь об этом. Второй состав, вот я прям в камеру, в какую сказать? Второй состав в 30 дней февраля, который потом был после всех уходов наших. Это говно. Хуйня. Но ты был все равно директором. Нет. Мне бы уже. Так мы расстали. Группа-то распалась по причине того, что мы дали какой-то большой концерт, я даже помню, в... Скажи, кто это называется, блядь? Таган. Да. На углу, который на перекрестке под мостом. Короче, там дали концерт, пришло... Мы не верили, что будет много народу. Там не лак, что ли? Не, не. Ну, в общем, короче, там был клуб. Мы сделали сольник. Тогда на разогрев поставили. Диму Бист, и у него был первый концерт с группой Мона Лиза. Тогда еще даже, по-моему, никто не знал вообще, кто эти люди, что это вообще. И был такой пиздец по народу, блядь. Реально. И мы не ожидали этого. Мы не ожидали. И мы после этого получили гонорар. Эта сумма денег была какая-то неебически огромная, я прям помню. Наликом. И мы сидим прямо у него в Hyundai Accent. Я помню такую ню, как сейчас. И начинаем ругаться, блядь. Вот это пиздец начался. И вот с этого момента группа не стала. Ругаться за денег? Да. И все, после этого концерт закончилось. Все, после этого концерта не было больше трезинфер. На следующее утро я сказал, что я больше не буду участвовать в этой группе. Потому что я не хочу больше этой вообще ничего общего иметь. Вот. И через день Стас это сказал то же самое. И все. А Паша уже, то... Паша уже, по-моему, если не ошибаюсь... А, и Паша ушел, да, все. Все, мы втроем ушли. По-моему, так было. Но и остался вот этот грустный состав. Было жалко Саню, барабанщика. Потому что чувак, конечно, душу вложил фантастическую в эту группу. Но... А бабки разрушили охуенные группы. Это факт. Ну, там же вроде взрослые люди играли, мне каталось. Ну, блядь, чувак, сейчас вон встретишь любого... Посмотри, блядь, 40 лет чуваку, блядь, а он World of Tanks играет. Что-то, я бы и ходишь. Нет, ну, там взрослый, взрослый, но ребенок. Ну, как бы, видишь, люди, блядь, бизнеса ноль в голове было. Ты им грыжешь, исходя из опыта. На тот момент уже опыт был. Ошибок там, или фантной, саврифинга. Ты говоришь, что, как лучше сделать, блядь, чтобы все хорошо было. А им, блядь, хуй. Да нихуя неинтересно. Ну, типа, блядь, чувак, ты видишь перед собой, блядь, котлету денег. Котлету, сука, ты всю жизнь концерты давал, там, за, блядь, копейки. А тут тебе котлету выдали, понимаешь, тебе лично. Как ты барабанщик, или там, ты гитарист, не знаю. Тебе дали котлету денег за выступление. И говорят, вот из этой котлеты ты получишь только, блядь, купюру. Остальное мы пустим в дело. Клип, альбом, прочая хуйня. Такой, схуяли, блядь, я работал, блядь. Ну, какую купюру зависит, правда. А? Тебе же можно договориться? Нельзя было договориться. Нельзя было. Ну, это прям люди, прям, видишь, прям в глазах видно было, что, пиздец, остервенение какое-то, блядь. Группа Катрина? Катрина, это уже сайт-проект после был. Мы тоже со Стасом разговаривали. Я зарекся больше никогда, нахуй, не заниматься молодыми группами. Позвонил Стас, сказал, что есть группа Катрина у него. Я сказал, иди нахуй. Вот, в хорошем смысле. Я приехал на репу, чуваки оказались нереально крутые. Ну, классные, веселые. И Паша там играл. И только из-за того, что Паша там уже был и Стас, я сказал. Ладно, пошли. Ну, вот. И мы, опять же, мы с Катриной тоже смогли сделать все очень удачно, очень круто. Уже немножко осторожней, конечно. Вот. Ну, а как это, когда группа появляется уже, когда волна, вот Эмма волна, да, вот эта вся волна, вот эта скрима, она... Ну, Катрина, понимаешь, попала в тот момент, когда волна Эмма уже заебала всякая. Причем спасибо новому составу 30 дней февраля. Потому что так пытаться, блядь, навязывать свое творчество в таком количестве. Тогда уже были соцсети. И, блядь, заебывать всех своей музыкой, пытаться заставить слушать себя. Потом была группа Комната, блядь, это пиздец уже был полный там. И ты понимаешь, что, блядь, ну, ребят, ну, хорош, блядь, завязывается такой. И Паша появился опять вовремя. С такой, знаешь, уже с новой идеей, по хардкору прям. И я помню, Стас такой, опять же, я приехал на репу, и Стас как въебал хардкор. Я думаю, ёптвою мать, блядь, да ты гений, блядь, опять. Ребята, вы лучшие. Вот. Ну, как-то вот так появилась Катрина. Как завершилась Катрина, я, честно говоря, не помню. Потому что Катрина как-то медленно сама по себе исчезла. Знаешь, как-то вот, знаешь, она не была ссор, мы продолжаем общаться все. Но она как-то вот сама по себе аккуратно прекратила существование. Наверное, уже просто выросли все на тот момент, реально. И желание фигачить металл отпадало. Интересно, потому что... Я помню, что вы вроде шумите, а потом такие, типа... Андрюха, вот, например, Андрюха Пак, да, он играет сейчас в группе... Ну, она пиздатая группа... В Гризли, по-моему, играет, или... Нет. Да, по-моему, да. То ли Гризли, то ли, короче, с Егором группа новая. А нет, в Гризли он, по-моему, играет. Ну, или с Егором из 5DS. Новая, которая... По факту он продолжает ебашить хорошее музло. Вот так я и скажу. Он всегда пиздатый гитарист был, и они в тандеме с Пашей, они были, конечно, блядь, бессмертные просто чуваки. А Паша что делает? Не знаю, давно его не видел, честно. Я думаю, что он появится рано или поздно с хип-хопом. Чувак, я в хип-хоп... Я поверю ему, понимаешь? Вот честно. Стас съебался в Америку жить. Все уже, да? Все, он съебался в Америку, он живет в Америке. Остальные... А, Дима, барабанщик Атрины в Помпе играет. Это да, я знаю. Вот, и остальные я хуй его знает. А Стас не поверил, все в Россию, и решил там делать нужно. Слушай, Стас, я не знаю, он в какой-то момент очень сильно изменился, он как-то вот развелся и съебался. Все. Ну, его право. Да почему нет? Нет, его право, конечно, можно. Просто интересно, почему нет. Может, он как Чачи там живет, знаешь, там. Может, по соседству живет. Может. Выходит голый тролль этого. Потому что мне периодически пишут люди про вот этих людей, но, типа, раз в три месяца кто-нибудь спросит, там, а как дела у группы, там, такое-то, и, типа, давай узнай, как у них все дела. Да, не, ну, круто. Приятно, конечно, что люди помнят. Сам помнишь, главное, вот и все. При всем при этом у тебя есть за пределами твоей музыкальной жизни есть твоя другая жизнь. Альтер-эго? Я не знаю, как я... Ну, есть Гнус, есть Артем Адамов. Скажем так. Ну, видимо, да. А тебя еще называют кто-нибудь сейчас? Как Гнус люди еще называют? А, да, конечно. Ну, ты нормальный, я не против. Кто-нибудь вообще помнит? Блядь, называйте меня Дона Артема. Даже так. Окей. А у тебя есть такое вот, как по старым Паганевым, можно понять, как, с какого периода тебя человек знает? Нет, потому что, как тебе сказать, с этой всей музыкальной ебаторикой, да, ты столкнулся с тем, где любой артист тебе это подтвердит. Когда ты просто приезжаешь куда-нибудь, тебе чувак такой, о, Гнус, здорово! И ты такой, ну, типа, бля, ты не знаешь, что это, ну, говоришь, здорово, как я, нормально, охуенно. Недавно прям, буквально, вот, несколько дней, вот, несколько дней назад было на пресс-конференцию НСН приехал человек. Ну, Национальный СНН, это Национальная служба новостей, у них пресс-конференция. Я думал, что это. И, значит, в какой-то момент просто я иду мимо, ну, выхожу с здания, и на встречу этот чувак такой, о, здорово, ну, здорово, ну, здорово. Я понимаю, что, ну, наверное, мы пили когда-то. Я с ними сейчас пообщался, ухожу, думаю, кто это, блядь, ну, ладно. Но это не потому, что я такой, типа, знаешь, охуенный, блядь, ребятами, знаете, у меня все. Нет, просто я, блядь, старый, я забыл всех уже. Нормально. Но есть вот эта твоя работа в журнале, где там, я тебя помню про журнал «Кул» еще тогда. Ну, да, но это было еще до групп, а, нет, это пиздец, да, до, нет, это параллельно было как раз в группе «Элефант Нойз». Если ты муравейник, то в момент, когда ты работал в «Куле», ты был в институте. Сколько тебе лет сейчас? Тридцать пять. Мне тридцать пять. Как ты на мне вырос тогда, блядь? Я еще раз тебе объясняю. Ту музыку, которую я слушал с пятнадцати лет до двадцати пяти. Ну, короче, я работал в «Куле», ты еще и читал то, что я писал. Охуенно. Как трахнуть лосось и не залететь. Вот это моя работа была. То есть вот этим трешом ты занимался? Да. А что делать? Я бросил институт. Я учился на журналиста, бросил институт на третьем курсе. И решил такой, типа, а нахуй мне вот это все надо, блядь, пойду работать. Пришел в «Кул». А, сначала в скейтшопе работал, а потом пошел в «Кул». Вот и все. Понял то, на что я учился. Лучше уже, блядь, сразу работать и развиваться в этом направлении, чем тратить кучу времени на учебу. Ну, журналистика – это больше практика, нежели… Журналистика – это жизнь. Вот я тебе так скажу. Журналистика – это жизнь. И я тебе больше скажу то, что… Блин, ну как правильно-то сказать-то аккуратно так? Да можешь мне аккуратно. Чтобы не обидеть никого. Да, обижай. Нормально. Да даже не то, чтобы обидеть. Просто я тебе скажу, журналистика – это жизнь. Это дедукция, в первую очередь. Это умение достать любую информацию. Вот я к тебе пришел и говорю, Саня, мне нужно выяснить, там, не знаю, садится ли Бузову на огурцы. И каким образом? Я тебе даю бабки, ты идешь ее изучаешь. Ты дедукцию включаешь, типа, ну, вряд ли она садится, конечно, блядь. Изучаешь материал, как ты найдешь это, блядь. Посмотришь сам на Инстаграм ее, допустим, на сегодняшний день. Ага, замечено, блядь, в огородах с огурцами. Есть звоночек, блядь, отлично, ищем дальше. А потом нопаньки, какой-нибудь уебка, который считает, что это, блядь, лечение. И ты увидел ее на приеме. Ага, садится, все, результат садится. Ты, конечно, свечку не держал. И приходишь, говоришь, вот, подозрение есть. Вот это журналистика, я считаю. Это желтая такая журналистика немножко. Ну-ка я тебе пример привел, да, добывание информации. Не важно, какая журналистика. Ты должен, блядь, быть за каждое слово ответственным. Вот самое главное. То есть, если тебе поебало дадут, ты скажешь, блядь, да, я получил за дело. Так и выглядит журналистика для меня. И, ну, и самое главное, конечно, редакторская работа. Уметь писать. Красиво писать, блядь. Это тоже очень важно. Жоже, слава богу, в свое время заставил у нас научиться писать. И нормально, блядь, выкладывать материал. Читать. Жоже научил читать. Читать тебя буквально учил. А Жоже тебя научил, блядь, писать. Потому что, если бы ты не умел читать, ты бы хер, что написал нормально. Ну, не знаю. Вот большие тексты, тексты, или тексты, неважно. Вот в большом количестве, объеме, я именно начал употреблять именно, ну, окромя книжек, да, там, вот этого всего. И начал именно ЖЖ употреблять, потому что ЖЖ дал вот эту возможность тебе поглощать материал. У меня не было любимых, блядь, каких-то там блогеров, ЖЖистов. Но, как ты знаешь, было интересно смотреть на людей, что они делают. Я не ожидал, конечно, я не могу даже предсказать такой херни, какой сейчас творится с социальными сетями. Но тогда это, конечно, было интересно. Журнал Клуб, потом ЖЖурнал. Был Молоток, потом Браво, потом был Билборд. Из пишущего чайка становится диджеем на радио. О, это вообще, да никак не становится. Я никогда, я не... Вообще, знаешь, есть парадокс в чем? Практически все думают, что я когда-то работал на телеканале Иван ведущим. Все, вот кого не встречаешь, все такие, блядь, ну ты же на Иване работал. Сука, дуракиша. Ты светился там? Я не светился. Я был на Иване на телеканале в своей жизни два раза. Гостем. Ну, в программах. Все. Даже Таше, работая на Иване, ведущий, была уверена, что я работал на Иване. Ну, видишь, как ты ассоциируешься с рок-музыкой? Это очень круто. Это правда круто. Ты ни хера не делал, но ты стал какой-то такой, знаешь, частью телеканала. Вот это очень круто. Люди считают, что там работают. То есть люди, которые там вкалывали, типа там Дима Бис, например, да, который там из кожи вам лез, чтобы понравиться и ассоциироваться с каналом, у него это с трудом получалось. Да? Но он больше с Эмом ассоциируется с людьми, понимаешь? А ты ничего не делал вообще. Ты как, блядь, не знаю, группа Продиджи, которая с 97-го года нихуя не выпустила, а Грэмми Бел, не Грэмми, а награды брала. Все равно, я думаю, что класс. Ну, выпустил несколько альбомов все-таки. Потом. Да. Ну, давай продолжим. Вот как человек из пишущего журналиста ему говорят, братан, а вот на тебе радио. Да не было такого, что мне сказали на тебе радио. Просто у меня уже была карьера диджея, и... А, ну да, вот. Ко мне был концерт, я помню, клуб, я уже не помню, какой был большой концерт. Уже тогда по памяти с Браво было большое количество друзей-селебов, которые... Там ребята пришли на концерт, с ним пришел чувак какой-то, и... Сидит человек в кепке с разбитым носом, там все что-то обсуждают, какие-то туры, гонорары, а у меня нихуя этого нет. Я сижу, просто с чуваком разговариваю, он такой... Я ему рассказываю какую-то историю очередную смешную, он ржет, потом все, разъезжаемся. На следующий день мне... Я без работы сидел, ну, типа, я ушел с Билборода, ну, точнее, как ушел, его закрыли. Мне концерты только кормили, и причем нормально, слава богу. И в какой-то момент мне позвонили, говорят, слушайте, это Лаврадио, вас приглашают, типа, на собеседник. В смысле? Я говорю, ну, вот так. Ну, я приехал. Встреча с продюсером была, открывая дверь продюсера, там сидит вот этот чувак в кепке с носом, с разбитым. Я говорю, здрай, вот это поворот. И второй раз я посмотрел на часы и подумал, вот, в этот момент тоже все пошло по пизде. В хорошем, конечно, смысле. Это был Андрей Трофимов. Миллиард респектов этому человеку, потому что человек из меня сделал ведущего. Ты не представляешь, как это тяжело было делать. Но мы передадим. Это просто жесть. Я совершил все косяки эфирные, какие только можно было. Вот любой придумаешь, это было. Вот. И он все это вытерпел, понимаешь. Это, конечно, нереальное терпение. Сейчас я понимаю, сейчас я работал уже состоявшийся ведущий давно и преподаю радио, вот. И я вижу, как люди делают что-то. Я понимаю, что ребята, вы, конечно, короли рума. Но какие, например, самые стандартные ошибки? Ну, кроме оговорок и ударений. Ты себе так представляешь, ошибки ведущего. Это не ошибки даже. А что это? Ну, ты назвал неправильно. Просто взял, нажал кнопку, остановил эфир на всю страну. Просто сидишь, бац, и вся страна тишину слушает. Понимаешь? Не один город, а вся страна. Как такое возможно? Ну, там вот так вот одной кнопкой можно остановить эфир. Большая красная кнопка? Нет, она маленькая, F5 называется. Был случай, когда мы ввели эфир, значит, вот получается, у тебя монитор, здесь пульт, микрофон, а здесь второй компьютер, где, типа, данные вещания идут, и клавиатура, на которой я даже уже не помню, зачем она нужна была, но она нужна была, она привязана была к эфиру, к вещанию. И новости вел тогда Владимир Калякин, который сейчас на Москве 24 работает ведущим. И, значит, он ко мне заходит, что-то мы сделали, и он такой нагибается, говорит, ну как, работает? И у него крестик вываливается и прямо на F5 падает, и останавливается эфир. Я говорю, с божьей помощью. Это не самая распространенная ошибка. Ну, конечно, нет, ты будешь каждый день там с крестиками люди падают на клоу. Конечно. Да нет, ну там были ошибки разные, ты путаешься что-то, потому что ты вручную все запускаешь, ты можешь перепутать что-то. Это нормально, на самом деле. Просто к этому не готовят тебя. Они готовят. И в школах, которые сейчас, там не готовят людей к таким косякам. Там тебя, типа, учат, как говорить, как правильно нажимать кнопку. Но тебя не научат. Что делать, если у тебя эфир остается? Я тебе клянусь, ни одна школа не объясняет. Я на занятиях объясняю, конечно. А насколько верно утверждение, что любого человека с улицы можно научить разговаривать и быть радиоведущим? Ну, если он не картавит, ну, у него нет дефектов речи, то можно. Ну, дефекты речи можно исправить, логопед. Ну, вот ты букву Ленева говоришь. Тебя сейчас отправят к логопеду. Ты исправишь это? Нет. Не знаю. Ты не исправишь это. Ну, я не знаю, у меня нет мотивации. Ну, не мотивация дело, а физиология. Ты уже не исправишь это. В 35, там, в 30, ты как бы уже, ну, как бы, как радиоведущий, ты уже сомнителен. Угу. Это тоже же... И джизм, он очень развит среди радиоведущих. Особенно развлекательного формата. Да. Потому что тут два варианта. Либо ты, работая на радио, да, делаешь себе имя, и потом ты можешь нормально работать на других станциях. Либо ты просто как уволень сидишь в линейном эфире, ничего не делаешь, не развиваешься. И после того, когда тебе там стукнет 29, там, 30, ты уже будешь под большим вопросом в эфире. Чаще всего. Ну, потому что, типа, на кой черт нужен ты, там, 33-летний чувак, да, когда... который не знает, что такое, кто такая Билли Айлиш. Да, ну, грубо говоря, да. И в эфире, где слушают люди, хотят слышать Билли Айлиш. Ну, логично же. Ну, ты пере... Ну, мне казалось, что ведущие переезжают с молодежного радио на... там, радио Монте-Карлова. Так и есть, конечно, да. Вообще, у ведущих, вот я тебе объясню так, те радиоведущие, которые там топят за тру, типа, я только по хип-хопу. Ну, это... это уважение, конечно, но... ты не радиоведущий, ты просто любишь рэп, ну, грубо говоря, да? Или там, ты всю жизнь слушал металл, вот как я, да, а потом бац, хуяк, ты на лав радио работаешь ведущим. Есть вопросы? Миллион вопросов. У меня, да, есть. Вот. И, типа, почему? Так я учился на это. Я учился быть журналистом, я учился быть в сфере СМИ. Нет, подожди, минуточку. Если ты учился... Ты не учился на то, чтобы слушать, ну, всю музыку подряд? Раньше я писал об этой музыке, вообще что-то, да? Писал об этой музыке. Сейчас я о ней говорю, какая разница? Я раньше руками говорил, сейчас говорю ртом. Ничего не изменилось, по сути, по большому счету. Просто изменилось то, что ты перестал принадлежать своей жизни. И все. А насколько сложно держать руку на пульсе ведущему, ну, за 30, на вот всех современных тенденциях? А зачем? Зачем держать руку на пульсе? Ты себе живи своей жизнью, и все. Не, ну вот, вот, то же самое, вот ты говоришь, вот Билли Айлиш, да, к примеру, или вот Мамбл и Рэп, тебе же надо как-то в этом разбираться, чтобы людям преподнести и дать... Понимаешь, ты, как бы объясню тебе, вот я же нахожусь сейчас на таком этапе жизни своего существования, когда не нравится мне Билли Айлиш, например, да где-то хуй бы с ней, мне неинтересно. Ну, как бы я знаю, кто это такая, знаю, что она собрала там стадион в Москве, у меня миллион вопросов, почему, от этого мне становится интереснее. Все. То есть я знаю, что если завтра я захочу спродюсировать какую-нибудь девочку, я сделаю из нее лучше Билли Айлиша. Но у тебя есть такой, у тебя твой внутренний интерес к открытию музыки все еще есть? Я ее делаю, я ее пишу по-прежнему, просто я сейчас на таком, ну, опять же говорю, я не... У меня есть проект Тайга, вот, был проект Rock DJs Mafia, потом Тайга, и Тайга, это диджейский проект, он собран был на волне кавер-группы, когда ты в очередной раз просто смотришь на эту всю ничь, я искренне заявляю, я ненавижу все кавер-группы, вот, видишь эту всю херобору и думаешь, сука, одинаковые все, одни и те же песни, и ты просто идешь и делаешь какой-то проект, который будет интересен, я играю диджей-сет, у меня два барабанщика играют одновременно, это пиздец сложно, потому что мы не репет... Ну, нет такого, что мы типа программу готовим, полный фристайл, что я поставил, они подхватывают, и в этом весь кайф, кривые, не кривые, не важно, важно, что энергетика есть, я всегда топил за энергетику, за шоу, а уже потом, ну, честно скажу, за качество. То есть можно криво играть, но быть... Ну, я как Битлз возьми, блядь, Ринго Стар был пиздец, хуёвый барабанщик, но при этом видишь, что творилось, потому что было шоу. Но перед ним стояло эти три человеки, которые выносили зал своих, хорричные слова. ну, как вы, в смысле, выносили зал? Все работали вместе, все, не может быть такого, что три чувака, типа, лидеры, один такой, типа, там, ребята, я с краю постою. Можно быть Ларсом и не париться. Ну, да, вот Ларс Урлик, да, я, конечно, не скажу, что прям, я фанат Металлики, поэтому мне сложно сказать, что он плохо играет, вот, но говорят, типа, что плохо, я не хочу это признавать, вот, но чувак же, понимаешь, они же выдают все, все, что надо, ты получаешь, ты приходишь, ты кончаешь и уходишь. Чем проще, тем лучше. Это твое или... Это всегда было у меня, я никогда не ищу, я не, не, не из тех людей, кто, знаешь, там, замороченную музыку, супер-пупер инди, там, знаешь, вот эту вот всю ебаторику. Нет, я за простоту. Ты делать должен то, что ты умеешь. Я не умею делать такую сложную музыку просто. Рок-динджи Массия, я хотел поговорить о ней, Коль, что же сама озвучил ее. Я помню, мы с тобой как-то выступали даже вместе, ты позвал меня поиграть в музыку. Как вообще родилась эта идея и почему она, ну, я знаю, что там был Даня из Аматрии, еще кого-то звал. Это вот, значит, возвращаясь к нашему разговору про Гнус выступает на разогреве в Аматри в Зелике. Это вот возвращаясь к той теме. Это туса, это не разогревы. Это была история, когда я приехал в Питер, у меня был день рождения, мы решили отметить его в моде вот таким составом. Побухать, потусить. У нас не было цели создать какой-то проект, у нас не было цели собрать народ. Просто клуб мод, все свои и биток. И мы такие, ёптвою мать, это что за хрень? Какого хера? Что это такое? И типа, что играть-то? Вот. И как-то вот пошло, я прям помню, я ехал в поезде, я говорю, чуваки, я создал, по-моему, в этом в WhatsApp-е чатик, назовемся рок-диджейс-мафия. Базара нет, все. И все, вот так появился рок-диджейс-мафия. Пьяные причем были в ноль все. Создали. И знаешь, почему хорошо было? Потому что мы все отдыхали там, вот прям реально отдыхали. Вот прям, блядь, вот любого возьми сейчас с проекта. Мы отдыхали. Прям отдыхали по-настоящему. Нам похуй было сколько народу. Это было, знаешь, как сказать, это вот, ну это наркотик. Ты просто вот как будто обдолбался, и тебе кайфово. Ты не представляешь, если я тебе покажу райдер рок-диджейс-мафии, ты охуеешь. Сколько там алкоголя было. Там люди реально задавали вопросы. Вы серьезно? Вам столько надо? Такие, да? Какого хрена? То есть, ты впервые понимал, что, то есть, ну прям, это класс. А музыкально это как все? Что музыкально? Ну, все пьяные играли, криво, блядь, свисти ничего не могли, зато весело было. Я же тебе говорю, шоу. Ну, я видел, как Данила играл, я был в Москве, да. Смотри, в проекте были определенные люди, которые, типа, топили за этот проект. То есть, ну, грубо говоря, колеса проекта. Это я и Даня. Тара, там, Тарас, например, он вообще такой чувак, типа, все нормально, парни, мухнул, все хорошо. Хоббит, это человек, который мог в какой-то момент просто воткнуть телефон, сказать, ну давай, блядь, что ты выебываешься, давай свой телефон, вместе музыкой не нравится. Посмотрим, что у тебя в плейлисте, блядь. Знаешь, вот, кто, там, Чак, это просто чел, который очень круто шарил в рок-музыке, да, и он там, во, 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 там, хипстерский рок, там люди такие, во, танцевые, пошли танцевать. Вот, понимаешь, то есть, это, это, это дружба, вот эта дружба, которая, ну, не свойственна была местным. Ну, хотелось людям вечеринок, знаешь, мы создали вечеринку, на которую мы сами пошли. Вот так скажем. Очень разноплановую вечеринку. В этом весь прикол был. Мы с самого начала решили, что каждый играет определенную музыку. Каждый закреплен за определенным стилем. Чтобы ты, придя на тусу, не сидел пять часов, слушал, блядь, не знаю, драм-н-бэйс, или хип-хоп, или там, даб-степ. Ну, Данил, я помню, грайм ставил, всякое такое, всю британщину, вот эту электронную, очень крутую. Ну, я и Даня, мы играли даб-степ больше. Даб-степ, плюс еще такой, я играл электро-хаус такой, фьючер-хаус, ну, вот. Гок, он больше такой, прям, по технику. То, что сейчас Little Big, это практически вот та история была. Вот. Тарас, драм-н-бэйс, он прям, блядь, кайфовал от этого. Хоббит, он прям мыша поиграл. Все, что по псу, все. Он очень круто начинал всегда. Вот, с него начинались вечеринки часто. И этот человек, конечно, двумя песнями мог зал с ума свести. Это очень круто. В общем, проект загнулся. Не загнулся, он просто сам тоже перестал существовать по причине того, что у каждого появились параллельные проекты. Ну, то есть, понимаешь, как тебе сказать, это же, ты даже не назовешь проектом, правда. Ну, тусовка, ладно. Это тусовка. И в какой-то момент просто у всех, там, Даня с ATL-ом начал кататься, там, с ST, да нет, когда он еще с ST катался, еще мафия была. Начал кататься с ATL-ом, там, очень много. Тараса в гору пошла, стигмата в очередной раз. Там, у Гока Little Big появился. Хоббит открыл для себя мир видеоигр. Вот. То есть, ну так. И я на Love Radio ушел работать тогда уже. И, то есть, мне как-то, мне времени не было на это, к сожалению. Ну, как-то это все вместе, аккуратно, так вот, прекратил существовать. Занятие музыкой или вот диджей больше приносит удовольствие? В смысле? Ну, вот будучи музыкантом, вот это, репетиции забить, вот это, блядь, с пятью людьми, допустим. ладно, можно с тремя, да, в группе. Тебе надо договариваться, функционировать. А если ты диджей, то ты просто один едешь, с флешкой, по сути, можешь ехать. У меня сейчас нет такого. Я не езжу, я, во-первых, с флешкой никогда не ездил. Блядь, я тебе скажу честно, не помню, недавно была история, я приехал на интервью, и у меня был, я с гастролей приехал, и девочка тоже сейчас спрашивала про флешку, я говорю, возьми рюкзак сейчас мой, подними, пожалуйста. Она его подъедет, 10 килограмм, реально тебе говорит, 10. На авиакомпании с трудом не разрешают его в салон брать, потому что там все диджейское оборудование. Там, блядь, нет такого, что ты воскнул флешку и такой, типа, ребята, давай. Нет, есть микс на тот случай, если я нажрался. Говорю честно, если я пьяный, я играю под минус, под плюс точнее. Диджейское тему, с которым я столкнулся, у тебя каждый раз разный плейлист, или ты такой, типа, вот я сделаю пререкорд плейлиста, и я от него буду отталкиваться. А как ты, если ты нормальный диджей, ты должен знать, какая у тебя аудитория будет, и ты должен знать, как они реагировать будут, если, допустим, ты играешь там, хип-хоп, а люди, блядь, знаешь, такие, не хотят, они хотят лободу. Тяжелые дети. зашквар полный, хуйня полный. Я сейчас от этого ушел, слава богу. Ну, то есть, когда ты приезжаешь на вечеринку, играешь свою музыку качественную, а тебе подходит, давай, давай. Такое все еще есть. Москва вся такая, я тебе серьезно говорю, Москва вся такая, единственное место, где мы прям реально, осознанно вот эту всю шляпу играем, Причем 90-е. Это клуб «Руки вверх» бар. Мы подписались с этим баром и работаем. И я тебе скажу честно, там ты знаешь на что ты. Вот если ты придешь, ты будешь знать, что Гнус будет сегодня ебашить Кармен. И ты будешь танцевать под Кармен. Я тебе отвечаю. Вот, бля, буду. Будешь танцевать. Я знаю, что будет танцевать. Веселая музыка. Потому что, знаешь, я тебе скажу так. Потому что даже из 90-х, из всего того, что было в 90-х, я могу выбрать, допустим, то, что я считаю качественным. И слава богу, что я не извращен со вкусом. Понимаешь? У меня нет такого, что типа я там в детстве анонировал на группу «Краски». Понимаешь? Там или на группе «Вирус» или «Демо». Вот, допустим, у нас в программе нет этих песен. Нет «Красок», нет «Демо», нет «Вирус». У нас есть «Affle 65». «I'm blue, da budi, da budi» такая есть херня. Есть «Carmen», есть «Дельфин-дилер». Понимаешь? Это песни, которые я лично, например, слушал в детстве. Мне не западут. То есть, вот все, что ты услышишь, вот 26-го будет концерт, 26-го октября, приходи. Ты вот все, что ты услышишь, это все то, что я слушал в 90-х и в начале, в середине, там, до начала, и в начале 2000-х. Жду, когда ты откроешь для себя 70-е, 80-е. А что, значит, я, бля, работаю на Rock FM сейчас? И там 60-е, 70-е, 80-е рок? Нет, диско прямо вот «Глория Гейнер». Нет, слушай, подожди секунду. Ты сейчас так говоришь, как будто я, типа, это не слушаю даже. У меня это полно, этого музла в машине и в плеере. Я просто это все слушаю, но я не играю. Поверь мне, сыграть такую музыку нужно, блин, стальные яйца иметь. Ну, окей, ты молодец, что ты играешь в такую музыку. Мне стальные яйца нужны. Я не считаю, что я достойный играть в такую музыку. Почему? Ну, потому что по причине того, что к такой музыке должно быть максимальное уважение. Максимальное уважение, блядь. Фанк — это тебе не группа Ленинград. При всем уважении к Ленинграду. Это тебе не... Ну, потому что это музыка, которая... Блин, ну, как тебе объяснить? У тебя есть священные треки. Вот для меня священная музыка фанк. Я в детстве под нее танцевал брейк-данс, я на ней рос, я хип-хоп слушал всегда. И для меня Дельфин, вот это все, это треки, которые... Если я ставлю Дельфина, и я с парнями отработаю с барабанами его так, что Дельфин скажет, молодцы, парни, что? А ты что-то стараешь с Дельфином? Мальчишник. Ну, Дельфин, я буду жить. Ну, это все Дельфин, а именно Мальчишник? Ты знаешь, ну, нет, наверное, потому что... Еще есть такой момент, что мы сейчас находимся на таком этапе жизненном, да, ну, то есть, для кого мы играем? Кто в бары ходит сейчас, да, в основном? Ну, это аудитория намного младше. И ты для этой аудитории будешь играть Мальчишника, и они не поймут. Сейчас многие продиджи-то не понимают. Ты включаешь Смэкмобичев, они стоят. Ну, это правда. Я давно, видимо, не играл. Муми тролль бар, вот тебе, пожалуйста, примешь. Ставишь Смэкмобичев, они... Ну, не знаю, во многих клубах... Так. Визг будет стоять. Охуительно. Ну, опять же, от заведения зависит, конечно, естественно. Ты же знаешь, куда ты идешь играть. Но мне все еще интересно, потому что... От какого плейлиста ты отталкиваешься? Который ты сам меняешь по ходу действия? Понимаешь, в чем дело? Я тебе объясню. Что интересного-то в этом? Объясни, пожалуйста. Ну, вот просто включать треки. Чужие, даже не свои. Что интересного-то в этом? Объясни. Нет ничего интересного. Ты просто тупо признай факт. Ты приходишь там, я не знаю, ты получаешь за это бабки. Вот. Ты прекрасно понимаешь, что если тебе завтра жрать нечего, ты придешь в бар и скажешь, чуваки, давай за трех сыграю, там, типа, три трека, охуенно тебе. И будешь играть это Стрикало, Ленинград, и тебя будут и в хвост, и в гриву ебать и говорить, типа, слышь, Саня, давай-ка нам здесь сейчас Ленинград седьмой раз по кругу или там, не знаю, что там сейчас могут попросить-то даже. За косарь. Без проблем. Человек скажет, не буду я тебе косарь платить. Ты опуел. Он пойдет к арт-директору, арт-директор тут же придет, тебе скажет, что ты охренел. Ну-ка, Сарь? Ой, Сарь, ты будешь играть то, что тебе скажут, иначе тебе не позаблю в следующий раз. Ты это прекрасно знаешь. Я знаю. Вот. Поэтому я тебе говорю то, что, как бы, когда ты... Всегда нужно быть на шаг впереди. Ты приходишь и говоришь, чуваки, все, что у вас играло говно, вот вам новое шоу. Класс. Ты играешь. Ну да, обычно демо приносишь, они понимают. Да не демо даже, не микс, а просто шоу готово. Видео присылаешь, снятое из телефона. И чувак играет, где ты там шоу создаешь. И они такие, бля, серьезно это выдело? Да, это мы делаем все. Берем, ставим. А у тебя нет такого, что ты приходишь в бар, где по кругу, вот знаешь, ты знаешь, что в 12 ночи такая песня будет, в 3 часа ночи такая песня? Нет, слава богу. Я, во-первых, вообще скажу честно. Вот знаешь, вот есть такой момент. Очень многие, глядя на мой инстаграм, думают, что я, пиздец, там, Кутило бесконечный, Весельчак, бабоеб какой-то адский. Нихуя такого нет. То есть я сижу дома периодически, там, вылезаю куда-то, к друзьям на тусы. То есть вот сейчас я в таком этапе нахожусь, когда мне хорошо. Вот у меня сузился круг общения очень сильно. И мне там комфортно. Финальные вопросы? Они один для всех, но начинают с основы того же вопроса, точнее. А с сегодняшнего дня плюс 20 лет. 55? Ну да. Я тебе ответил. А, ты говоришь, что со мной будет или ты мне спрашиваешь математику проверяешь? Нет, ты не математику проверяешь. Как ты это видишь? О, я вижу, это очень круто. Я буду дедом. Тут два варианта. Либо мои дети будут сидеть у меня в квартире, я буду орать из дома. Нет, трогайте мой хлеб! Вот. Либо я буду просто охеренным дедом, у меня будет охеренная бабка, я буду трогать за жопу и говорить, а помнишь, когда стоял? Вот. Там такая херня. То, что я буду классным дедом, это факт. Хорошо. Ну, если можно в 55 сказать, что ты дед, конечно, еще. Ну, еще 10 лет до пенсии? Ну. Ты как бы готов к этому? Блин, я бы сейчас ушел на пенсию, честно. Реально. Ничего не хочется. Не хочется лежать, пердеть в диваны и говорить, что все гандоны. И говорить, ну, митинг. Класс. Ну, а ты вообще сейчас вот, ты уже говорил за кадром и сейчас сказал, ну, ты доволен сейчас своей жизнью. Как к этому прийти, чтобы стать доволен своей жизнью? Бля, вот честно скажу, нужно ценить то, что имеешь. Вот правда. Ты должен всегда ценить то, что у тебя есть, то, что тебе дано. Не надо там пытаться прыгнуть выше своей головы, да, там, и просто быть, во-первых, добрым человеком надо быть. Это первый момент. Часто улыбаться. Это тоже большой признак. И улыбаться искренне, а не потому что там, знаешь, кто-то там типа искренне. Нет, надо улыбаться. И знаешь, есть такой тренинг очень хороший. Стараться раз в неделю делать, ну, хотя бы два раза в неделю делать детокс плохих новостей. То есть, блядь, избавляться от них, не мечтать. Вот митинги, митинги. Ну, хуярят сейчас людей всех, да? Да, я в курсе. Да, плохо. Вот это все, моя реакция вся. Не потому что мне похуй на будущее, там, да, или мне похуй на тех, кого задерживают, там, не задерживают, да. Это вообще отдельная тема для разговора, я считаю, да. И, наверное, потому что ты в жизни, я прошел столько говна, прям серьезного, не детского какого-то говна, прям серьезного этапа жизненные у меня были. Когда ты прям на грани, на волоске был. И пройдя эти этапы, ты любишь жизнь, поэтому, блядь, в пизду, ребята, блядь, не надо, блядь, вот этого всего. Лучше улыбаться, веселиться, получать удовольствие. Я не говорю сейчас о том, что надо целыми днями бухать, нюхать и трахать все, что шевелится, нет. Ну, должны быть векторы жизненные, конечно, и ценности. И знаешь, вот, я тебе скажу честно, чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что жить по понятиям – это правильно. Я сейчас не говорю, там, не топлю за зону и за вот эти существования, нет. А я топлю за то, чтобы оставаться, блядь, вот человеком, понимаешь, потому что я сталкиваюсь с таким количеством уебанов, блядь, просто себе не представляешь, блядь, просто ты, вот честно тебе говорю, искренне, фантастическое количество выродков, блядь, особенно сейчас. Вокруг вертится, понимаешь, и ты вот просто как человек сидишь, иногда охереваешь просто. И вот как вот в этом всем говне ты умудряешься еще улыбаться, казалось бы, да. Потому что ты детокс делаешь, ты не придаешь значение их проблемам, ты не бежишь помогать каждому второму, ты помогаешь тогда, когда ты хочешь помочь, а не когда надо помочь. Это вот на самом деле эгоистично, но это честно. И поэтому ты чувствуешь себя комфортно. И вот я говорю, потому что я смотрю, например, фейсбук открываю, а там, блядь, митинги задержали того, задержали этого, блядь. Какого хуя? Мы выходим. Я искренне, вот прямо честно тебе говорю, безумно благодарен каждому, кто выходит на улицу. Это классно, наконец-то. Наконец-то мы получили хотя бы какое-то, да, людей, какое-то количество людей, которые готовы бороться с системой. Но возникает вопрос, да, с той или иной системой. То есть, как бы, понятное дело, да, она не идеальна. Но новая эта система идеальнее будет или нет? Если ты в это вникать будешь, тебе, конечно, у тебя голова пухнуть будет. А я не хочу в это вникать. Я сегодня, что у меня сегодня? Я сегодня работаю, занимаюсь творчеством, чем я и занимался, собственно, там, минус 20 лет назад, да. Не плюс 20, а минус 20 возьмем. Тем же сам я занимался. Вот. Сейчас я сделаю то же самое. Что-то изменилось для меня, ничего не изменилось. Мне хуже стало от этого, мне не стало. Да, в жизни случились проблемы были и там со многими вещами связаны. Но я их пережил, пережил. Я здесь сижу, с тобой разговариваю, улыбаюсь, шучу. Значит, все нормально. Я считаю, что люди, которые замыкаются в какой-то момент в себе, знаешь, там, и начинают вечно жалеть себя, ну, это тоже его право на самом деле. И вопрос только тебе нужен такой человек? Нет. Ну, тогда не общайся с ним. Все. Найди человека, который будет тебе настроение поднимать. Это как с новостями, знаешь, то есть есть такая история, когда ты просто для себя просто ищешь пять новостей хороших в день. Что ты сделал хорошего? Вот что ты сегодня сделал хорошего? Отправил другу в Самару. Он рад этому факту был. Да. Ну вот, ты отправил другу в Самару. Еще какие четыре вещи ты хорошие сделал? Погулял с собакой, мама подольше поспала. Ну, то есть ты понимаешь, то есть ты сейчас называешь вещи, которые ты не просто это новые, какие-то хорошие вещи, это просто то, что ты в принципе обязан сделать по-хорошему. Ну, это моя работа, да. Ну, как бы как-то. Не работа? Типа, как ты себе это писаешь, мама, иди погуляй с собакой, а я посплю подольше? Ну, у нее есть такая семья, мне не нравится гулять утром с собакой. Ну, ты же завел ее. Ну, да. Вот и не выебывайся. Бери и гуляй. Ну, я стою, блядь, я каждый раз стою в шесть утра и за час до работы гуляю час с собакой. Я просто веду к тому, что каждый раз, когда ты делаешь в голове не для галочки, а просто сделать что-то хорошее, тебе комфортнее, чем когда ты услышал что-то плохое. Ну, то есть, допустим, я тебе прихожу и говорю, слушай, Саня, спасибо тебе за эфир, вот охуенно получилось. Охуенный стрим, мне очень понравилось. Молодец. А ты чувствуешь такой прилив бодрости, там, не знаю, мотивация какая-то может даже появиться. Вот. И через час тебе приходит, допустим, сообщение, что у тебя, не знаю, там, судебные приставы арестовали твои все счета. И у тебя все бабки списались, говорят. И вот если у меня такая ситуация случится, я в пользу хорошего останусь, я буду улыбаться. Тебе, ну ладно, разрули, почему не первый раз. Понимаешь? А есть люди, которые скажут, бля, ты говоришь, да у тебя сейчас эфир классный. Да мне нахуй нет эфира, у меня бабок нет теперь. Есть две категории людей. Вот я к первой отношусь, вот и все. А не бывало такое, что вот, знаешь, типа вот театральное позлиться, чтобы, знаешь. Чего? Ну, театральное позлиться – это вот выпустить пар, когда ты, типа, на самую тупую проблему, которая в твоей жизни происходит, ну, типа вот, например, колесо спустило, да, а у тебя там задолженность, еще что-то. Ты такой, типа, да блядь, почему именно колесо, блядь, сегодня еще не спустилось. Ну, у меня сегодня утро было очень хуёло. Сегодня утром поехал в Сокольники, мне нужно было поехать там. Я столкнулся с такими гондонами из администрации. Просто пиздос. Ну, не администрация, а завскладом. Я сел в машину, включил музыку любимую, ехал просто спокойно, у меня сошло все. У меня нет такого, что, блядь, значит, ты должен поорать где-то обязательно. Я занимаюсь боксом, мне этого достаточно, вынести там просто грушу и все это. И у тебя реально это помогает. Поэтому нет. Я на мостах останавливаюсь, выхожу и ору там. Потому что там шумно. Как ты себе это представляешь? Вот я буду ехать, смотри, ты стоишь, ты орешь с моста. На птицу орешь? Что происходит? Все охуительно. Очень охуительно. Не, это для себя. Это же для себя. Ты просто идешь на мост, там шумно, ты поорал, идешь дальше, а у тебя спокойно вот нервы, знаешь? Ну, если тебе это помогает, значит, это классно. У меня вот так. Если ты потом улыбаешься после этого, ну, тогда все. Твой детокс так и делает что-то. Почему нет? Спасибо большое, что пришел. Да спасибо, что позвал. Спасибо. Спасибо.